Изучая Священные Писания, я был поражен историей обращения Савва из Тарса, который, согласно Библии, позднее стал известен под именем Павел. Павел был активным гонителем церкви и христиан. Но благодаря силе, небесу и искуплению, совершенному Иисусом Христом, он полностью изменился и стал одним из великих служителей Бога, образцом его жизни был Спаситель Иисус Христос. В одном из посланий к коринфянам Павел призывал их быть такими же подражателями Ему, как он был подражателем Христа. Быть подражателем Христу – искренний и актуальный призыв от времен Павла до наших дней. Я начал размышлять о том, что это значит – стать подражателем Христу, и, что еще более важно, я начал задаваться вопросом, каким образом я должен ему подражать. Быть подражателем Христу – значит стремиться привести наши поступки, поведение и жизнь в соответствии с поступками, поведением и жизнью Спасителя. Это значит перестовать в себе добродетели. Это значит быть истинным учеником Иисуса Христа. Я изучал некоторые аспекты жизни Спасителя и выбрал для сегодняшнего выступления четыре его качества, которым стараюсь подражать. Первое – это смирение. Иисус Христос был очень смиренным не только в земной, но и в предземной жизни. На Совете на Небесах Он признал и поддерживал верховенство воли Бога в плане спасения. Он сказал, «Отче, да будет воля Твоя, и слава Твоя да будет вовеки». Мы знаем, что Иисус Христос учил смирению и смирял Себя, прославляя Своего Отца. «Давайте жить в смирении, ибо оно приносит покой. Смирение предшествует славе и приносит нам богосклонность Бога. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает Богодать. Смирение приносит мягкие ответы. Оно – источник праведного характера». Старейшина Дэйл Ренланд учил, «Люди, которые смиренно мудренно ходят перед Богом, помнят, что сделали для них Небесный Отец Иисус Христос. Мы поступаем порядочно по отношению к Богу, смиренно мудренно ходя перед Ним». Второе качество Спасителя, которым я хотел бы с вами поделиться, это мужество. Когда я думаю об Иисусе Христе, в возрасте 12 лет, сидящем в храме Бога среди учителей закона и обучающем их божественным истинам, то замечаю, что он уже обладал очень рано в своей жизни изрядным мужеством. Хотя многие ожидали бы увидеть мальчика, внимающего учителям закона, он сам учил их, а они слушали его и задавали ему вопросы. С 2016 по 2019 год мы служили на миссии полного дня в миссии Муджимаи в Демократической Республике Конго. Из одной зоны этой миссии в другую нужно было добираться по дороге. В тех краях бывали случаи, когда бандиты, вооруженные холодным оружием, выбегали на дорогу и нападали на путников. Жертвами этих налетов стали пятеро миссионеров, перемещавшихся из одной зоны в другую в рамках перевода. Мы раньше и сами становились жертвами этих бандитов, поэтому начали опасаться за жизнь и безопасность нас всех и даже не всегда решались ездить по этим дорогам, когда нужно было навещать миссионеров или проводить зональные конференции. Мы не знали, как долго все это будет продолжаться. Я написал обращение в президентство региона, в котором выразил наши опасения в отношении дальнейших перемещений, при том, что эта дорога была единственным способом добраться до наших миссионеров. В своем ответе старейшина Кевин Гамильтон, который был тогда президентом Африканского Юго-Восточного региона, написал, «Мой совет – делайте все, что в ваших силах. Будьте благоразумны и исполнены молитвы. Не подвергайте опасности себя или своих миссионеров сознательно, но в то же время укрепляйтесь в вере, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Это увещевание значительно укрепило нас и позволило продолжать перемещаться по дороге и мужественно служить до конца нашей миссии, ибо через этот отрывок из Священных Писаний мы услышали наставление от нашего Небесного Отца. В современном Священном Писании мы читаем вдохновенные слова пророка Джозефа Смита, отражающие ободрение Господа, обращенное к нам. «Братья, не пойдем ли мы вперед в таком великом деле? Идите вперед, а не назад. Смелее, братья, и вперед, вперед к победе!» Давайте же иметь мужество делать то, что верно, даже когда это не популярно, мужество защищать свою веру и действовать верой. Давайте иметь мужество ежедневно каяться, мужество принимать волю Бога и соблюдать Его заповеди. Давайте иметь мужество жить праведно и делать то, что от нас ожидается в наших различных обязанностях и должностях. Третье качество Спасителя, которым я хотел бы с вами поделиться, это прощение. Во время своего земного служения Спаситель предотвратил побивание камнями женщины, взятой в прелюбодеянии. Он велел ей «иди и впредь не греши». Это подвело ее к покаянию и в конечном счете к прощению, ибо, как сказано в Священном Писании, с той поры женщина прославляла Бога и веровала в имя Его. Во время Рождественского Божественного Часа в декабре 2018 года наш дорогой президент Рассел Нельсон говорил о четырех дарах, которые мы получаем от Спасителя. Он сказал, что один из даров, которые предлагает нам Спаситель, это способность прощать. Благодаря Его бесконечному искуплению вы можете простить тех, кто причинил вам боль, и тех, кто может никогда не взять на себя ответственность за жестокость по отношению к вам. Обычно легко простить человека, который искренне и смиренно ищет вашего прощения, но Спаситель дарует вам способность простить любого. Давайте искренне прощать друг друга, чтобы получать прощение Отца. Прощение освобождает нас и делает достойными принять причастие каждое воскресенье, чтобы мы стали истинными учениками Иисуса Христа. Четвертое качество – жертвование. Оно – часть Евангелия Иисуса Христа. Спаситель принес ради нас высшую жертву своей жизни, чтобы мы могли быть искуплены. Он жил без греха и не заслуживал страдания за наши грехи и смерти на Христе, но пошел на это ради нас, испытывая жертвенную боль. Он просил своего отца принести чашу эту мимы. Президент Рассел Бауэрт учил, жертва – это проявление чистой любви. О степени нашей любви Господу, Евангелию и ближним можно судить по тому, чем мы готовы пожертвовать ради них. Мы можем пожертвовать своим временем, чтобы служить другим, творить добро, заниматься семейно-исторической работой и возвеличивать свое церковное призвание. Мы можем уделять от наших финансовых средств, платя десятину пожертвования от поста и другие пожертвования для созидания Царства Божьего на земле. Нам нужно жертвование для соблюдения заветов, которые мы заключаем со Спасителем, чтобы Он принял нас. Я молюсь о том, чтобы, следуя Иисусу Христу и опираясь на богословение Его искупления, мы становились все более и более смиренными, более мужественными, более и более прощали и более жертвовали ради Его Царства. Я свидетельствую, что наш Небесный Отец жив и знает каждого из нас лично, что Иисус есть Христос, что президент Рассел Нельсон – современный Божий пророк, что Церковь Иисуса Христа в святых последних дней – это Царство Бога на земле, и что книга Махмона – истина. Во имя Иисуса Христа, нашего Искупителя. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok